Всем привет! Начинающие трейдеры очень часто путаются в видах заявок. В этом видео мы расставим все по своим местам. Больше никакой путаницы не будет. Какие заявки реализованы в терминале Сискальп? В Сискальп есть лимитные ордера, рыночные ордера, стоп-лосс с функцией трейлинг стоп, тейк профит и отложенный стоп заявки. Лимитная заявка. Лимитный ордер на сленге трейдеров называется лимитка. Это заявка на покупку или продажу по заданной трейдерам цене. Трейдер задает объем заявки и цену исполнения. Лимитный ордер исполняется сразу, если на рынке конечно есть встречное предложение или же отправляется в так называемую общую очередь заявок в биржевом стакане и лежит там до тех пор, пока не появится встречная заявка. Цена и объем лимиток видны всем участникам рынка. Лимитную заявку можно снять в любой момент до ее исполнения. Преимущество это то, что лимитная заявка исполняется по цене, которую устанавливает трейдер. Недостатки. Исполнение лимитной заявки не гарантировано. То есть лимитка это прежде всего пассивная заявка. Если на рынке будут более выгодные предложения, то заявка может исполниться частично или не исполнится вообще. В Сискальп лимитную заявку мы размещаем кликом левой кнопки мыши в зеленой зоне на покупку, либо кликом правой кнопки мыши в красной зоне на продажу. Важно понимать, что лимитную заявку можно разместить только в соответствующей зоне. То есть заявка на покупку размещается только в зеленой зоне. То есть это зона покупателей. Нельзя разместить лимитку на покупку в зоне продавца. И наоборот. Рыночные заявки. Рыночная заявка это заявка на покупку или продажу по лучшей рыночной цене. Выставляя такую заявку трейдер задает только объем сделки. Считается, что рыночный ордер является самым простым, но и самым рискованным типом заявок. Если в очереди заявок в биржевом стакане есть спрос и предложение, рыночная заявка исполняется мгновенно. Это очень удобно, когда нужно, к примеру, срочно открыть или закрыть позицию. Рыночная заявка гарантирует исполнение, однако трейдер не может заранее определить цену. И сделка по рыночной заявке происходит по лучшей цене. А вот эта самая лучшая цена может измениться за доли секунды. Преимущество это то, что рыночная заявка гарантированно исполнится. Если опять же на рынке есть встречное предложение. Недостатки. При работе с рыночными заявками трейдер может столкнуться с проскальзыванием. Такая проблема, когда сделка исполняется по менее выгодной цене относительно лучшей цены в стакане на момент выставления заявки. Например, из-за очень сильной волатильности. В Сискальп два механизма работы с рыночными заявками. Давайте разберемся в этих механизмах. В Сискальп трейдеры могут использовать стандартные рыночные заявки и рыночные заявки с параметром дальности заброса. Для стандартных рыночных заявок дополнительные настройки никакие не нужны. Рыночные заявки с параметром дальности заброса создаются уже из лимитных заявок. Чтобы выбрать режим рыночных заявок, откройте настройки торгового инструмента и включите и отключите соответственно параметр рыночной заявки для закрытия и переворот позиций. Покупка, продажа по рынку. Соответственно стоп лосс, тейп профит в приложении. Мы рекомендуем начинающим трейдерам обычные рыночные заявки. Если есть опыт и понимание параметра дальности заброса, можете использовать соответственно такие заявки. Но данный параметр используется на самом деле трейдерами с очень крупными объемами в позициях для того, чтобы ограничить убытки при закрытии позиций по рынку. Поскольку закрытие крупного объема по рынку может вызвать очень сильный сквиз и позиция трейдера естественно уйдет в убыток. Как отправить рыночную заявку без дальности заброса? Внимательно. Чтобы отправить рыночную заявку на покупку, нужно кликнуть левой кнопкой мыши по области продавцов. Чтобы соответственно отправить рыночную заявку на продажу, нужно кликнуть правой кнопкой мыши по области покупателей. Терминал вы можете скачать совершенно бесплатно на официальном сайте syscalp. Здесь нужно просто оставить свои данные. Стоп лосс и тейк профит. Стоп лосс это ордер для ограничения убытков. Тейк профит ордер для фиксации вашей прибыли. Эти заявки можно установить только для открытой позиции. В syscalp реализовано два варианта размещения стоп лосс и тейк профит. На стороне биржи и на стороне терминала. По умолчанию стоп лосс и тейк профит размещаются на стороне syscalp. Задать размещение можно в настройках торгового инструмента во вкладке торговля. Если стоп лосс и тейк профит размещены на сервере биржи, то при срабатывании ордера биржа закроет позицию соответственно рыночной заявкой. Если эти заявки на стороне syscalp, то при срабатывании терминал закрывает стоп лосс и тейк профитом заявку с использованием параметра дальности заброса. Стоп лосс и тейк профит поддерживаются на всех подключениях syscalp. Размещение стоп лосс и тейк профит на стороне сервера доступно только для подключений Bybit и Binance. Это на стороне сервера. И чтобы выставить стоп лосс и тейк профит, наведите курсор на стакан и зажмите клавишу C. Это по умолчанию функция. Внизу стакана появится сообщение стоп лосс и тейк профит. Это означает, что вы включили режим установки стоп лосс и тейк профита и кликните левой кнопкой мыши по ценам, на которых вы хотите установить эти заявки. Также вы можете настроить автоматическую установку стоп лосса и тейк профита. И чтобы использовать автоматический стоп лосс, к примеру, настройте соответствующий параметр в настройках торгового инструмента. Это вкладка торговли опять же. После открытия позиции стоп лосс будет устанавливаться уже автоматически. Вы это увидите. Если стоп лосс и тейк профит расположены на стороне биржи, то при разрыве соединения или закрытие сискальп они продолжают работать. Если ордера размещены на стороне терминала, то при разрыве соединения или закрытие терминала ордера снимаются. Поэтому при возможности мы все-таки рекомендуем размещать стоп лосс на стороне сервера, чтобы избежать проблем. Вы можете устанавливать стоп лосс и тейк профит с опцией дальности заброса. Чтобы выбрать режим исполнения SL и TP, зайдите в настройки торгового инструмента и включите, отключите, соответственно, параметры рыночной заявки для закрытия переворот позиции, покупка-продажа по рынку и стоп лосс и тейк профит в приложении. Трейлинг стоп. Трейлинг стоп это дополнительная опция ордера стоп лосс, которая передвигает стоп лосс ближе к рыночной цене и дополнительно страхует позицию. Поддерживается на всех подключениях сискальп. Трейлинг стоп можно установить вручную или автоматически. Чтобы установить его вручную, нажмите горячую клавишу N после установки стоп лосс только. Чтобы трейлинг срабатывал по умолчанию, включите опцию автоматического стоп лосс и трейлинг стоп в настройках торгового инструмента во вкладке торговля. Ручной трейлинг стоп работает от ценового уровня стоп лосс до лучшей цены битаск. Для автоматического трейлинг стоп нужно настроить количество пунктов в шагах цены или процентах. Тогда трейлинг стоп будет двигать стоп лосс на заданное количество пунктов. Это очень удобно. Трейлинг стоп отключается горячей клавишей N. И трейлинг стоп конечно же можно установить только для стоп лосс. Если у вас нет активного ордера стоп лосс, активировать трейлинг стоп не получится. Трейлинг стоп работает только с включенным терминалом. Если вы закроете сискальп приложение, трейлинг естественно отключится. При этом стоп лосс продолжит страховать вашу позицию, если конечно размещена на стороне сервера. Отложенные заявки. Это как раз тот случай, когда нам нужно выставить, к примеру, заявку на покупку в зоне продавца или заявку на продажу в зоне покупателя. Не путать с лимитными заявками. Эти заявки не видны в стакане и исполняются только по рынку. Поэтому они называются отложенными. То есть их характер отложенный. Сискальп четыре вида отложенных ордера. Это buy stop, заявка на покупку, устанавливается в зоне продавцов и исполняется, если цена поднимается до указанного уровня. Sell stop, это заявка на продажу, устанавливается она в зоне покупателей и исполняется, если цена опускается до указанного уровня. Далее buy limit, это заявка на покупку, она устанавливается в зоне покупателей уже соответственно и исполняется, если цена опускается до указанного уровня. И в конце концов sell limit на продажу. Устанавливается такая заявка в зоне продавцов и исполняется, если цена поднимается до указанного уровня и там совершается продажа. Чтобы установить стоп-заявку, наведите курсор на биржевой стакан и зажмите горячую клавишу V. Это опять же по умолчанию. В нижней части стакана появится сообщение стоп-заявка. Это означает, что режим установки стоп-заявок включен. Кликните по цене левой кнопкой мыши или правой для размещения отложки на покупку или продажу, соответственно, вы можете устанавливать эти стоп-заявки как рыночные заявки или как заявки с опцией того самого дальности заброса. Чтобы выбрать режим исполнения стоп-заявок, зайдите в настройки торгового инструмента и включите параметр рыночные заявки для стоп-заявок. Надеюсь, теперь вам стало понятно, чем отличаются между собой заявки в терминале Syscalp. И если есть какие-либо вопросы, пишите их обязательно в комментариях под видео. Всем пока!